Начнем программу с первомайских кировских новостей и фоточек. Итак, с первой новости. В преддверии майских праздников кировская администрация решила облагородить наш город. Причем не весь раз, а, например, парк имени Гагарина. На сайте администрации появилось предложение. А давайте-ка мы с вами сделаем входную группу. И вот мне интересно, как долго трудились дизайнеры из администрации, разрабатывая такую уникальную конструкцию, которая будет радостно встречать жителей города. Ну, типа, сделайте что-нибудь красивенькое такое, броское, яркенькое. Вот. Потом чиновники из этого теруправления оправдывались, дескать, у нас самих денег нет. Это предложили нам спонсоры. И если бы не ребята из паблика «Строим Киров», никто бы даже и не заметил, какую красоту могли бы поставить в нашем городе. И я искренне надеюсь, что по итогам этого голосования у нас в парке имени Гагарина будет стоять что-нибудь не такое. Следующая позитивная новость. Школьник из Котельнича попал в Яралаш. Я очень рад за парня, потому что его действительно снимут в том самом большом Яралаше. В Москве. А мы с вами останемся здесь. В Кировском Яралаше. Ну а закончим тремя классными первомайскими фоточками. Лучше всех праздник 1 мая отметили сотрудники Первомайского районного суда. А? Как совпало? Вот фотография. Во время первомайских праздников в нашем городе открылось много кафе, мест где развлечься и, похоже, уличных кинотеатров. Вот один маленький домашний кинотеатр в одном из дворов города. И, судя по фото, место для поцелуев уже выкуплено. Ну а закончим грустной фотографией. В то время, как мы с вами отдыхали, сотрудники Куприта в поте лица вывозили мусор. И иногда в машину попадал такой мусор, смотреть на который очень грустно. Вот очень грустная фотография. Хотя, может быть, это не мусор. Может быть, на фотографии тот самый, помогающий сотрудникам Куприта, гремлин. Это были сегодняшние кировские новости. Понимаю их мало, но ведь какой город, такие новости.